Здравствуйте! Второй урок Photoshop в вашем браузере. Открываем Google Chrome, нажимаем значок PS, открывается приложение. Этот значок можно нажать закрыть. Установить здесь язык раз и навсегда не удается и не получается. Поэтому всякий раз надо менять язык вручную. Меняем на русский. Приложение перемигнулось, открылось и вот на русском языке. Предположим, вы зарегистрировали личный профиль на Одноклассниках или Фейсбуке. И теперь вам надо загрузить обложку вашего профиля. Обложек для Фейсбука можно найти очень много в интернете, но можно изготовить самому. И своей обложкой вы многое можете рассказать о себе, о своих увлечениях, пристрастиях, хобби. Рекомендую вам очень пристрастно обдумать, как будет выглядеть ваша обложка, если вы будете создавать ее сами. Тщательно продумайте, какого цвета фон, какие фотографии вам нужны, что именно вы хотите разместить. Создайте папочку на рабочем столе, соберите все нужные фотографии и начинайте творить ваш шедевр. Идем в слои, открыть изображение как слой, выбираем фон, появляется фон. Открываем двумя кликами замочек, слой, открыть изображение как слой, на рабочем столе находим папку, в которой собрали все наши изображения, которые хотим поместить. Платье очень большое, редактировать, свободное трансформирование, ctrl-t может не работать, поэтому свободное трансформирование лучше взять и заредактировать. Зажимаем клавишу shift и уменьшаем платье до нужных нам размеров. Перемещение, да, еще раз, редактирование, свободное трансформирование, появляется стрелочка и платье можем повернуть и переместить. Не всегда срабатывает с первого раза, ну вот так. Следующее платье, открыть изображение как слой, платье снова очень большое, редактировать, свободное трансформирование, зажимаем клавишу shift и уменьшаем платье до нужных размеров. Инструмент перемещения активен. И переворачиваем, ну вот так. Enter. Применили. Слой. Открыть изображение как слой. Берем следующее платье, например, вот такое. Платье снова большое, редактировать, свободное трансформирование. Зажимаем клавишу shift. И уменьшаем платье до нужных размеров. Чтобы чуть-чуть совпадало. Применить. Стоим на платье номер 2 и слегка его перемещаем. Стоим на платье 3 и тоже слегка его перемещаем. Вот так. Слой. Открыть изображение как слой. Маки на белом фоне. Берем волшебную палочку. Кликаем один раз. Выделяется. Кликаем delete. Снова кликаем на белом фоне. Delete. И очищаем. До прозрачности. На белом фоне здесь фотография не годится. Очищаем до тех пор, пока цветы не станут на прозрачном фоне. Редактировать. Свободное трансформирование. Выделилось. Нет. Кликаем дважды на пустом месте. Применили. Изменения. Редактировать. Свободное трансформирование. Зажимаем клавишу shift. И уменьшаем маки. Применить. Enter. Перемещение. Enter. Применили. Стоим на слое с маками. Кликаем. Ctrl J. Берем маки. И переносим в другой угол. Редактировать. Свободное трансформирование. И переворачиваем так, как нужно нам. Перемещение у нас активно. И помещаем в этот угол. Да. Еще раз можно свободное трансформирование. И слегка перевернуть. Ищем стрелочку. Пока не появится. Вот. Вот. Наверное так. Enter. Применили. Напишем текст. Что это такое. Берем букву А. Кликаем в этом месте, где будет текст. И пишем. Мои изделия. Мои шедевры. Шрифт выбираем, каким хотим. Смотрим, как меняется. Подводим курсор. Шрифт меняется. Не особо. Ну вот так и ставим. Размер хороший. Возьмем жирный курсив. Цвет. Палитру цветов сдвигаем в стороны. В сторону. И выбираем цвет. Тот, который подходит больше всего в данном случае. Смотрим, чтобы это было правильно по-дизайнерски. И чтобы это нам нравилось. Чуть потемнее. Вот так. Сначала кликаем на колесо цветов. Да. Потом здесь. Да. Стоим на слое текст. Берем перемещение. И сдвигаем. Мои шедевры. Стоим на слое. Три. Это, наверное, вот это. Контрол-Джей. Берем цветы. И перетаскиваем их. Ну вот. Сюда. Но сейчас незадача. Цветы оказались сверху текста. А нам надо снизу. И текст перетаскиваем под цветы. Стоим на слое с цветами. Редактировать. Свободное трансформирование. Находим стрелочку. И может быть... Поворачиваем так. Применить. Энтер. И слегка смещаем. Если в дальнейшем будете менять цветы, надпись, платье, то идем в файл. Сохранить. И сохраняем в формате изображения со слоями формата пиксел. Сейчас я отменю. Идем в слои. Объединить видимые слои. Появляется одна фотография, которую уже никогда нельзя будет редактировать, потому что все слои объединены. Файл. Сохранить. Выбираем формат. Даем название. Качество можем сдвинуть побольше. И кликаем «Да». Я кликаю «Отмена». Нет. Сейчас закрываем браузер. Открываем его снова. И вот получается, что ваш фотошоп впереди пронепланеты всей. Он всегда будет впереди. Решайте сами, надо вам это или нет. Если вы работаете каждый день, очень часто, пускай остается. Если же нет, кликаем правой кнопкой мышки «Закрыть приложение». Оно закрывается. Закрываем браузер. При новом открытии браузера его у вас не будет. И для того, чтобы снова в него войти, нужно будет кликнуть клавишу «Пи-Эс». И вот он появляется. С вами была Лилия Бартуле. Пока-пока.